На сегодняшний момент корректировки проходят практически ежедневно. Мы, исходя из развития ситуации, ежедневно вносим изменения в свои нормативные документы и в перепрофилирование коечного фонда. Весь вопрос жестких ограничительных мероприятий, которые часто поднимаются, Всемирная организация здравоохранения четко говорит о том, что эти мероприятия нужны для того, чтобы создать окно возможностей для системы здравоохранения, когда она перегружена, восстановиться и войти в свой привычный ритм работы. И этот вопрос сегодня поднимала глава государства, что если есть какая-то необходимость вводиться в дополнительные мероприятия, они, естественно, будут дополнительно введены. Но на сегодняшний момент для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тысяч коек. Мы смотрели уже уточненные данные, что составляет, если брать коечный фонд страны, менее 10%. То есть у нас имеется коечный фонд как общий, так и выделенный, перепрофилированный специально для этой цели. Поэтому признаков перегрузки системы здравоохранения на сегодняшний момент нет. Ситуация, естественно, отслеживается постоянно в каких-то регионах ситуация получше, в каких-то чуть похуже за счет того, что там есть и подъем заболеваемости, связанный с коронавирусной инфекцией, и там еще не закончился пик сезонного подъема респираторных инфекций. То есть эти, скажем так, два фактора встретили, что увеличил нагрузку. Ну и там она находится в расчетных параметрах. Соответственно, мы сейчас принимаем все меры для того, чтобы максимально быстро справиться с этой ситуацией. Продолжение следует...